Обед по расписанию, чем кормит в российской армии и каково это на вкус. 3 октября 2019 года ТАСС обед по расписанию, чем кормит в российской армии и каково это на вкус. Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. Корреспондент ТАСС съездила в воинскую часть в подмосковный Масринген, пообедала в столовой вместе с солдатами-срочниками и узнала, в чем особенности армейского шведского стола и салат-бара. Центнер картошки vs. салат-бар Если вам нужно поддержать разговор с человеком, который когда-то давно служил в армии, просто заведите речь о питании военных. Тут даже самые немногословные наверняка проявят какие-то эмоции. Потому что забыть центнер картофеля, почищенный за день в две руки, невозможно до конца жизни. Поговорите про самые популярные блюда в армии. Возможно, вы узнаете, что человек ни в каком виде не ест капусту, потому что в армии ее было много, в том числе в виде бигуса тушеной квашеной капусты с тушенкой и перловкой. А может, он расскажет, как давил капусту в большой яме, словно это виноград на винодельне. Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. Расскажите ему, что уже несколько лет в армии существует салат-бар и шведский стол. Человек, который не знал про это и пережил когда-то бигус, наверняка очень удивится. Проверено. Известие о том, что я еду дегустировать армейский обед, мое мужское окружение восприняло по-разному. Одни пожелали удачи, другие просили рассказать честно, как оно там, третьи требовали сделать фотографии блюд в доказательство. Равнодушных не было. Обед девять в одном. Мы приехали на съемку вдвоем с фотографом ТАСС Гавриилом Григоровым. По дороге он шутил, что пару дней назад мы снимали еду в ресторане в Московском Сити. Повар эффектно выкладывал в суп мороженое из адыгейского сыра, а потом выдувал из сифона легкую эмульсию из кокосового молока и отвара из панцирей камчатского краба. А сегодня мы стоим у ворот военной части 27-й Севастопольской Краснознаменной отдельной гвардейской мотнострелковой бригады в поселке Масринген на окраине Москвы. Нас встречает начальник продовольственной службы бригады майор Владимир Нестеренко и ведет в столовую. В части одновременно проходят службы тысячи людей, проходят полевые сборы кадеты Суворовского училища, поэтому кормят всех в разное время. Но еда отличается только у детей, у взрослых обед одинаковый. Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. Перед каждым приемом пищи в армейских столовых проводят проверку. По словам заместителя начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александра Камлашева, дежурный по части вместе с фельдшером берут пробы каждого блюда, оценивают консистенцию, запах, вкус и соответствие документам. Только после их письменного заключения военнослужащих допускают к столу. На раздаче стоят тетеньки в белых халатах, а не солдаты. Минобороны было принято решение, что военнослужащие больше не касаются приготовления еды, эта работа полностью лежит на гражданских. Можете выбрать один из трех гарниров, три вида мясного блюда, салаты на выбор, говорит Владимир. В первую очередь обращаю внимание на стопку чистых, белоснежных, совсем не столовских тарелок из стекла. Никаких вензелей по краю типа общепит, отбитых уголков или трещин. Берем по паре тарелок. Источник изображения – Гавриил Григоров. Тасс сегодня на выбор два супа, рассольник и борщ со сметаной. На второй запеченная курица, тушеная свинина с соусом или тушеная говядина. В качестве гарнира отварная гречка, макароны рожки и вареная картошка. Два салата из тертой моркови и из вареных овощей. В мисочку к тому и другому повара кладут половину сырой рыбчатой луковицы. На третий компот двух видов, из сухофруктов и лимона. Военнослужащий может выбрать любую комбинацию, какая ему нравится, например, борщ, курицу с картошкой, овощной салат и лимонный компот. Всего получается два вида супа, салатов и компоты и девять разных комбинаций второго плюс салат-бар. Но нам разрешают взять и попробовать все, что есть. Набираем три полных подноса и ели до насемих до стола. Снимаем пробы первое, что замечаешь, пробуя солдатскую еду. В ней практически нет специй и соли, но дело поправимо. На столах стоят солонки. Можно добавить по вкусу молотый перец, горчицу, кстати, очень приличную, и уксус. Борщ ярко-красного цвета. В нем много овощей, но как будто не хватает насыщенности. Того, что шеф-повара называют телом вкуса. Но как диетическая версия борща суп совсем неплох. Сметану кладут не в каждую тарелку, а добавляют сразу несколько банок в бак с горячим супом. Это ускоряет раздачу блюд и не создает очередей. Рассольник приготовлен, как и положено по классическому рецепту, с соленными огурцами и перловкой. Но крупы в супе больше, чем в домашнем. Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. Макароны. Картошка и гречка мало отличаются от тех, что готовят в школьной столовой. Крупа рассыпчатая. Макароны первого сорта – картошка отварная. Ничего нового. На второй вкусная и мягкая тушеная свинина кусочками – говядина, разваливающаяся на волокна, тающая во рту, как консервированная ветчина. Запеченная курица. Я привыкла готовить курицу по грузинскому рецепту, с чесноком и специями, сливочным соусом, поэтому это мне кажется пресноватой и суховатой. Зато она диетическая. В салате, напоминающем столичный, вареная картошка, морковь, консервированный горошек, маринованные огурцы и его величество репчатый лук. Если заправить горчицей и подсолнечным маслом, получается что-то среднее между винегретом и оливье. Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. Второй салат оказался сюрпризом. Я очень люблю тертую морковь с медом и изюмом. По виду морковный салат напоминал именно его, а на деле ни соли, ни сахара в нем нет. Очевидно, салат надо заправить по вкусу. Для этого сюда неплохо подойдут масло и капля уксуса. Больше всего меня интересовал салат-бар. Это то место, куда я сразу иду в столовой на работе, в ресторане отеля, в командировке или в отпуске. Нравится собирать салаты по своему вкусу. Но армейский салат-бар оказался несколько иным. Свежих овощей в нем в день нашего приезда не было. Они положены только детям-кадетам. О взрослом вареная тертая свекла, кабачковая консервированная баночная икра, зеленые соленые помидоры и соленые огурцы. Огурцы вкусные, сладкие и хрустящие, свекла непереваренная и сладкая. Если к свекле добавят соли, масла и горчицы, получается отличный здоровый салат. Источник изображения – Гавриил Григоров. Таз на третий подали компот. Тот, что из сухофруктов, имел классический детсадовско-школьный знакомый вкус – лимонный цитрусовую горчинку. Оба вкусные, но лимонный мне понравился больше. Пока я отщипывала кусочки месья, пробовала гарниры супы, ковыряясь в них приборами, мой фотограф ритмично уплетал обед. Я только успела попробовать половину блюд, когда он уже допивал компот. «Ну как?» – спросила я. «Нравятся?» «Вполне», – заключил коллега. «Ты в армии, а не в ресторане, где тебе подают уху из трех видов рыбы с ароматом дымящейся головни. Но если бы меня так кормили в армии, я был бы доволен, а ты придираешься, потому что другого не пробовала». И многозначительно приподнял брови. Умолчал про бегу сайманную кашу с вареной рыбой, наверное. «Все по норме с обеда. Владимир Нестеренко ведет нас в пекарню. Туркондитеры делают булочки к ужину. Пробую горячую я бы добавила сахара и, возможно, корицы, но это дело вкуса. А можно в булочке повидала? Или к мясу соус приготовить из сметаны?» Спрашиваю я, и почему еда в общепите имеет такой похожий вкус? Попробуйте котлеты у разных хозяек, все будут разные, а в больнице или военной части их трудно отличить друг от друга. Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. «А вот если я повар, пришла работать в военную часть, у меня есть набор продуктов, я могу взять и приготовить на свое усмотрение блюдо, так, чтобы было необычно?» Спрашиваю Владимира. Он рассказывает главный принцип – если где-то взял больше продуктов из нормы, то где-то их обязательно убавятся. Нельзя взять яйца и порезать их в салат, потому что тогда яиц не хватит на завтрак. Нормы прописаны на все – количество, вес продуктов, их калорийность. Норма общевойскового пайка при трехразовом питании распределяется по энергетической ценности – на завтрак 30-35%, на обед 40-45%, на ужин 20-30%. Калорийность армейского рациона зависит от рода войск, но везде она высокая. Так, по нормам общевойскового пайка солдату, проходящему срочную службу, в сутки положено 250 г мяса, 120 г рыбы, 120 г крупы и бобовых, 45 г сливочного масла, 150 г молока, 10 г сыра, 1 яйцо, 900 г картошки и прочих овощей капусты, моркови, лука, свеколы, огурцов и помидоров. Источник изображения – Гавриил Григоров, ТАСС. В сутки солдату идет 250 г мяса, объясняет майор Нестеренько. В инструкции сказано, планировать 100 г либо на ужин, либо на завтрак, оставшиеся 150 г планировать для приготовления в обед как мясо порционное. 120 г рыбы планируется либо на завтрак, либо на ужин, но так как молочная продукция идет с утра, рыбу планируют на ужин. Рыба лучше усваивается с овощным гарниром, так что мы ее даем на ужин. Начальник продовольственной службы части рассказывает, что старается разнообразить питание военнослужащих, перераспределяя продукты. Норму молока можно заменить порцией сметаны к пельменям, их, согласно инструкции, в армии часто дают на завтрак. В части периодически проводят анкетирование, опрашивают срочников, что бы им хотелось, а что лучше убрать из меню. Почему-то просят не давать какао на завтрак, говорит Нестеренько. А пельмени, наоборот, очень нравятся. В летний сезон в части на столах бывают и свежие огурцы, и помидоры, и зелень, и яблоки. В холодное время года в салат-баре только консервированные овощи, из-за сложности хранения. Свежие фрукты выдают по праздникам, а в будни их заменяют на пакетированные соки. На праздники у нас и мандарины, и яблоки, и бананы. А еще сладости шоколадные конфеты, вафли и кексы. Это дополнительное питание. Разница в пайке военнослужащих разных видов войск связана с тем, что нагрузка на организм, например, у летчиков и в пехоте не одинакова, объясняет Александр Камлашев. Нормы питания составлены на основании сложных расчетов. У летчиков нагрузки более интенсивные, поэтому норма по молоку у них больше. При этом им нельзя определенные продукты из-за работы на высоте, капусту, горох, говорит он. Красное вино дают подводникам в походе потому, что в условиях замкнутого пространства и малой подвижности оно помогает поддерживать пищеварение и иммунитет. Красную икру дают только на атомных подлодках, потому что она, как считается, позволяет разнообразить питание и поднять настроение. Карина Салтыкова, Габриэла Челабова. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Продолжение следует...